Добрый день, уважаемые президиумы, дамы и господа. Меня зовут Волконская Анна Рудольфовна, Анна Юрьевна Чистякова, к сожалению, не смогла сегодня приехать. И я хотела бы вам немножко рассказать о результатах работы нашего Урала-Сибирского центра по профилактике внутрибольничных инфекций, в котором я имею честь трудиться. Но начать свой доклад я хочу небольшим эпиграфом, который может быть девизом работы любого эпидемиолога, взятый из фильма «Чародея». Для достижения цели нужно видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий. В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения, в мае 2008 года был создан наш научно-методический центр для повышения эффективности мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций. Создан он был на базе Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций. И одна из задач, ведущих задач нашего центра, это проведение работы с целью оказания методической помощи на курируемых территориях. А курируемые территории, которые нам выделили это от Урала до Дальнего Востока включительно. В результате нашей работы нами было проведено проверки на 12 территориях, как именно Уральского центра, Уральского федерального округа, так и сибирских федеральных округов. При проведении проверок нами проводились различные семинары по вопросам профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, с обязательным разбором выявленных недостатков и нарушений, которые мы обнаружили в результате проведения наших проверок. А также мы предлагали свои рекомендации по их устранению и внедрению новых технологий. В результате наших работ мы смогли выделить наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются эпидемиологи, работая в Урало-Сибирском федеральном центре. И все проблемы можно разделить на две категории. Это проблемы в работах органов Роспотребнадзора и лечебно-профилактических учреждений, а именно полнота выявления и регистрации инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и недостаточно точное понимание и технологическое выполнение требований профилактического дезинфекционно-стерилизационного режима в ЛПО. При полноте выявления случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, мы обнаружили, что не всегда четко и правильно ставится диагноз. И как вы видите на данном слайде, 22% случаев внутриутробной инфекции в новорожденных оказались в результате проведенного более детального исследования с привлечением лабораторных данных, оказались внутрибольничным инфицированием новорожденных. Практически не регистрируются инфекции легких, катетер-ассоциированные инфекции, инфекции мочевыводящих путей и других органов. Ну, конечно, наверное, это связано с тем, что нет четких критериев для постановки данных диагнозов. Низкая материальная и техническая база здравоохранения, которая должна обеспечивать эпидемиологическую безопасность, оказание медицинской помощи, в свою очередь, тоже влияет на выполнение санитарно-гигиенических требований. И наибольшую проблему вызывают несоответствие показателей внешней среды к предъявляемым требованиям. Требованиям по воздуху, стерильности, эффективности работы стерилизующей аппаратуры. Очень большая проблема в наших лечебных учреждениях – это неработающая вентиляция. И ее очистка перед эксплуатацией – это еще один огромный фактор, еще один огромный источник загрязнения. Локальные установки не создают эффективную очистку, так как монтируются без учета кубатуры населения, ой, помещения, извините, что приводит к циркуляции патогенных микроорганизмов. В операционных не смонтированы ламинарные системы, что не соответствует современным стандартам. В результате нарушения микроклимата наступает весна, нашим пациентам, нашему медицинскому персоналу становится жарко, мы открываем окна. Соответственно, это приводит к загрязнению воздушной среды условно-патогенной микрофлоры. В одной из клиник нашего города были проведены исследования в результате открывания окон и нанесения на подоконник определенных микроорганизмов. Так вот, на первом этаже на подоконник была нанесена микрофлора, и она была обнаружена по четвертый этаж включительно, на вышестоящих этажах. Не применяются также импульсные бактерицидные установки. Проблема обработки рук и применения перчаток. Оснащение кабинетов кранами и дозаторами практически не внедряются бесконтактные. Это в очень многих лечебных учреждениях, причем крупных, районных, областных, применяются бытовые. Размещение самих дозаторов и нерациональное использование антисептиков. Это технология обработки инъекционного поля. Это контроль качества обработки рук. Огромная проблема, особенно в небольших городах, это украшение и ухоженность рук. К сожалению, наши медицинские сестры приходят на работу для того, чтобы в очередной раз похвастаться удачно сделанным маникюром и показать всю коллекцию ювелирных украшений, которые имеются у себя в наличии. Ну и проблема выбора антисептика. Средняя частота мытья рук в реанимационном отделении от 5 до 30. На данном слайде вы видите результаты исследования в одной из крупных многопрофильных лечебных учреждений города Екатеринбурга. Потребности обработки рук варит 20 раз в час. Время обработки антисептиков 6,6 от 6,6 до 24 секунд. Хотя норма от 30 секунд до минуты. И частота выполнения 40%. То есть она варьировалась в зависимости от дня недели и от загруженности медицинского персонала от 50 до 81%. Причем чем выше необходимость соблюдения гигиены, тем хуже частота выполняемых мероприятий. И практика исследования, проведенного на базе города Екатеринбурга, показала, что требования не могут быть выполнены на 100%. Причем у врачей хуже, чем у медсестер это происходит. А у медсестер хуже в будние дни. Видимо это связано с более интенсивной нагрузкой, чем выходные. Стерилизация медицинских изделий. И самые трудные проблемы, которые нерешимы, это неудовлетворительные пробы. На стерильность в УРФО составила 0,28%. Недостаточная сеть ССО, приводящая к некачественной обработке стерилизации медицинских изделий. Это децентрализованная стерилизация инструментов в помещениях, где производятся одновременно и грязные, и чистые манипуляции. Присутствуют пациенты. Это стерилизационное оборудование не соответствует современным требованиям. Стерилизация сухим, горячим воздухом, без упаковки. И газовая стерилизация практически отсутствует. До сих пор многие лечебные учреждения применяют озон, испарение формалина, формальдегидные стерилизаторы. И стерилизаторы, вышедшие, выработавшие свой срок службы. Сохранность стерилизации. Это еще одна огромная проблема, с которой мы столкнулись. Практически редко выполняются требования ГОСТа. Упаковка медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Технического регламента на упаковку 2011 года, комбинированные упаковки. Перестерилизация медицинских изделий, однократного применения. В одной из очень крупных медицинских больниц города Ханты-Мансийска мы столкнулись с такой проблемой, что в целях экономии денег ими была закуплена огромная партия нестерильных перчаток. И они их паковали и стерилизовали. И, соответственно, уже использовали как стерильные. Приобретают нестерильные пудренные перчатки и стерилизуют их паровым методом. То, о чем я вам только что рассказала. И применяют стерилизующую аппаратуру, на которую нет утвержденных и согласованных режимов стерилизации. Вопросы контроля стерилизации. Не все виды контроля применяют, в частности, по паровой стерилизации. Применение Хелик-теста и теста МОБИДИК. Применение химические индикаторы не дифференцируют, не вкладываемые внутрь упаковки при контроле внутри системы стерилизатора. До сих пор используются железные биксы. Причем плотность скручивания и набивания этих биксов такова, что не пролазит не то что рука, не пролазит, по-моему, даже лист бумаги. Упаковка в устаревшие системы. Или вообще без стерилизации, без упаковки. Проблема, с которой сталкиваются, я думаю, все, это выбор и применение дезинфицирующих средств. Потому что рынок настолько насыщен, и выбрать не всегда удается удачно. Кроме того, все, наверное, с этим тоже столкнулись. После поведения аукционов и котировок поставляют далеко не то, что хотелось бы иметь. Очень плохо внедряются проблемы технологии уборки. Современные тележки можно смело применять в каждой такой установке. Можно применять, но только в каждой такой тележке должны быть определенные инструкции по правильному использованию данного оборудования, по выбору и расходу дезинфицирующих и моющих средств, которые обладают эффективным действием и не портят применяемую специальную ветошь. Перечисленные проблемы, в частности, были связаны с низкой грамотностью работников Роспотребнадзора и госпитальных эпидемиологов. По нашему мнению, это связано с тем, что в нормативных документах не даны подробные указания по технологиям проведения той или иной манипуляции. И в 8 проверенных территориях нет штатных эпидемиологов или эпитотделов в организации здравоохранения. Кроме того, специалисты нашего центра занимаются разработкой методических документов. В частности, специалисты нашего центра принимали непосредственное участие в разработке санитарных правил от 2010 года. Кроме того, за последние несколько лет нами внедрены такие методические рекомендации, как методические рекомендации по организации работы эндоскопического кабинета отделения со схемами составления технологических карт по обработке жестких эндоскопов, обеззараживание позже рук персонала и операционно-инъекционных полей. Это дифференциальная диагностика ВУИ и ВБИ новорожденных. Они сейчас находятся в стадии корректировки. Кроме того, подготовлены для утверждения на ученом совете следующие методические рекомендации. Методические рекомендации по организации работы профилактики СМП на станциях, подстанциях, организациях, режимах работы в машинах скорой медицинской помощи. Это организация работы амбулаторно-поликлинических учреждений по профилактике СМП и методические рекомендации по применению методов контроля стерилизации изделий медицинского назначения. Ну и дальнейшая задача, которую мы видим у себя в работе, это вопросы регистрации случаев инфекции, связанных с оказанием медицинской помощи, по возможности отработка вопросов дезинфекционного и стерилизационных режимов, разработка рекомендаций к применению и использованию технологий, а также выполнение противоэпидемических и профилактических мероприятий. Спасибо большое за внимание.